Барановичи, Ляховичи и Ганцевичи, Луниницы, Столин, Обречене именно этот маршрут проложили инициаторы патриотического марафона «Символ единства» Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси» и Федерация профсоюза в Беларуси. Участники проехали порядка тысячи километров. Брест, героическая священная земля Цитадели над Бугом, конечная точка маршрута, а именно Аллея Героев, их именами названы улицы города. Та идея, которую вы подняли, в том числе в год исторической памяти, она важна. Именно поэтому в городе Бресте определено место. Это Аллея, которая была восстановлена два года назад. Это Аллея, их именами названы улицы города Бреста. Это те герои Великой Одинственной войны, которые погибли, освобождая наш город Брест. И вот эти таблички, которые, я так понимаю, вы сейчас нам их передадите, они будут в том числе определенной туристической привлекательностью города. Потому что и молодежь, и жители города, и наши туристы могут более подробно через QR-коды ознакомиться с героями, в честь которых находятся эти стелы. Майор Гаврилов, капитан Зубачев, лейтенант Кижеватов, руководитель БССР Петр Машеров, первый герой Беларуси Владимир Карват, 24 бронзовых барельефа, участников первых боев под Брестом летом 41-го, и его освободителей в июле 44-го, подпольщиков, партизан, деятелей революционного движения в Западной Беларуси, чьи имена увековечены в названиях улиц города сегодня, благодаря марафону «Символ единства» оснащены информационными табличками с нанесенным QR-кодом, перейдя по которому каждый может ознакомиться с подробной информацией об этих людях. И это не просто сухие справочные материалы, это повествование с включением воспоминаний ученицев историй конкретных людей. В рамках нашего проекта «Сохраним историю» мы проводим оцифровку памятников, и вот в Брестской области мы также еще решили, что не только таблички будем передавать для оцифровки и дарить, и какие-то памятники сами оцифровывать, но чтобы дальше побуждать интересы школьников изучать историю, мы еще новую инициативу такую придумали, мы раздаем, дарим закладки в учебнике, на которых описаны истории наших героев, героев Великой Отечественной войны. На каждом захоронении что-то новое узнаешь, и когда смотришь на эти могилы все, захоронения, то там же не один человек лежит, там сотни тысяч лежат, и просто местные люди рассказывают предки ветеранов, потому что ветеранов-то мало осталось, рассказывают, как гибли люди, как издевались, как убивали. Просто мозг отказывается понимать, насколько это было жестоко и больно. Ну, поэтому ездим, посещаем, объединяем людей. Объединение людей – это сила, это мощь. Не потерять, не забыть ни одно событие войны с фашистами, не дать осквернить ни один памятник героям Великой Отечественной. Цель патриотического марафона «Символ единства» – нужно верить в то, что сила на стороне правды. Помните, у Бодрова, в чем сила, брат, сила в правде. Акция «Символ единства» – сегодня такая финальная, завершающая стадия у стен Брестской крепости, у символа героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. А вообще, вот за эти четыре дня акции мы посетили все наши регионы Брестской области. И каждый регион, он по-своему интересен. В каждом регионе свои какие-то достопримечательности, свои достижения. Ну и каждый регион друг друга дополняет. А вместе это Брестская область, вместе это Республика Беларусь. Это наш единый народ, это наше единство. Дариса Осмолович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.